Долгосрочные интересы государства для меня важнее дополнительных рычагов власти и ситуативного влияния. Президент Касымжом Артукаев сегодня выступил с посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента Республики Казахстан. В стране произойдет окончательный переход от суперпрезидентской формы правления. Почему январские события стали следствием застоя и сколько новых областей появится? Смотрите в сюжете, Ирина Вабещевич. После трагического января многие считали, что произойдет откат. Власть начнет закручивать гайки, снизит темпы модернизации. Но мы не свернем с намеченного пути, а напротив ускорим системные преобразования во всех сферах жизни. Предложенные президентом инициативы прорабатывались еще до январских событий. Преобразование необходимо, чтобы не повторить застой, который наблюдался в советской истории. Январские события президент также назвал следствием застоя. Такаев объявил окончательный переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом. Система управления, ориентированная на сверхконцентрацию полномочий, уже утратила свою эффективность. Она не способна консолидировать гражданское общество с его многообразием взглядов и убеждений. Поэтому нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана. Когда все замыкается на президенте, Тукаев считает неправильным. По его словам, сращивание партийных структур с госаппаратом крайне нежелательно. Монополия в политике неизбежно приводит к различным социальным болезням и деградации государства. Касым Жумар-Тукаев предложил законодательно оформить обязанности президента прекратить членство в партии на период своих полномочий. Исходя из этой же логики, по его словам, следует ввести в законодательство положение об обязательном в выходе из партии представителя и членов ЦИК, Счетного комитета и Конституционного совета. Нужно законодательно запретить Акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партии. Аплодисментами была подхвачена еще одна инициатива. Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Для ближайших родственников президента будет введен законодательный запрет на занятие должностей политических государственных служащих и руководителей в квази-государственном секторе. Карагандинская область сократится в размерах на территории бывшей до 1997 года Жизказганской области. Будет сформирована Улытауская область. Город Жизказган вновь станет областным центром. Создание в этом регионе самостоятельной области – важное решение не только с экономической точки зрения, но и духовно. Улытау, который находится в центре нашей бескрайней казахстанской степи, занимает особое место в истории нашей страны. Здесь проходили великие собрания, где решалась судьба страны, подчеркнул Тукаев в послании народа Казахстана. Город Семей станет центром новой области. Жители региона давно об этом просили, и сейчас там много проблем, которые не нашли своего решения, сообщил глава государства. Также он предложил разделить Алматинскую область на две. В этом регионе будут созданы Житесусская и Алматинская области.